На работу на велосипеде. В последнее время это стало популярным. Во многих странах строят специальные дорожки и стоянки, где можно оставить велосипед. Беларусь не стала исключением. Недавно в Гродно стартовал конкурс «Деловой велосипед». Его цель – найти и пощерить компании, в которых сотрудники и руководители предпочитают велотранспорт. Велосипед у гродницев набирает популярность, мы это видим, но у каждого свое отношение. Для кого-то велосипед – это хорошее средство для занятий спортом, а кто-то на велосипеде просто отдыхает с семьей, либо по вечерам с друзьями. Но мы также хотим привлечь внимание к тому, что велосипед – это хороший городской транспорт. И на этом городском транспорте вы можете не только решать свои дела семейные, бытовые, но также ездить на нем на работу на велосипеде. У велосипеда в сравнении с другим видом транспорта есть ряд преимуществ. Не возникает проблем с парковкой, с пробками на дорогах. Путь до места назначения можно сократить. Велосипед оставить в любом другом месте гораздо проще, чем автомобиль. Если вы едете по работе куда-то в другие офисы, в другие учреждения, у вас также нет проблем, как туда доехать, какой выбрать маршрут, потому что он для вас доступен. Вы можете ехать через дворы, вы можете ехать через парки, через скверы, там, где автомобиль не проедет, и оставить свой велосипед в том месте, где вам удобен. Также у велосипеда есть преимущество над общественным транспортом, потому что у него нет расписания. Вы на нем едете тогда, когда нужно вам, и не нужно ждать, когда же он приедет, для того, чтобы вас увезти и довезти в нужную точку. Такая утренняя зарядка очень полезна. Это помогает поддержать тонус и справиться со стрессами на работе. Все больше гродненских компаний присоединяются к веложизни, создают свою уникальную велосемью. У нас компания молодых, активных ребят, неравнодушных, и мы стараемся принимать участие как можно в больших интересных акциях. Конечно же, это здорово, это здорово, это интересно. И ребята у нас катаются на велосипеде. У нас в компании созданы условия для велосипедистов. Мы сделали парковку, у нас есть душевая комната, есть место, где ребята могут переодеться. В зимнее время я обычно пешком на работу хожу, а в летнее время все-таки на велосипеде быстрее и удобнее. На машине не хочется, потому что работа и так сидячая, и хочется как можно больше уделять времени активному какому-то образу жизни, как-то двигаться. Кто бы мог подумать, но велосипед можно взять в поход. Владимир Хромков с велотранспортом не расстается и в отпуске. Совсем недавно мы с друзьями спланировали и организовали поездку в Норвегию. Мы проложили маршрут, веломаршрут по Норвегии, по различным достопримечательностям, по различным местам. Некоторые участки оказались настолько сложные, что было желание во время маршрута просто кинуть все, оставить велосипеды и поехать дальше на автобусе. Но все закончилось хорошо, Норвегия понравилась. Но в принципе мы и организовали ранее в прошлые годы велопоходы по Белоруссии, Украине, России. И наша природа, и наш колорит, он ничем не уступает. В других организациях работники устраивают свои спартакиады. Таким образом мотивируют и других присоединяться к велодвижению. В этом году у нас прошла уже пятая спартакиада среди работников наших подразделений. Ну и уже второй год подряд мы включаем велосипед в один из видов программы. Наша компания уже более пяти лет занимается велодвижением в Гродно, продвигает велодвижение в Гродно. Мы первые открываем сезон всегда. Так и называется, откроем сезон первым. Принять участие в конкурсе может и любая гродненская организация. Победители определят в номинациях «Самая большая велоорганизация» и «Самая велодружественная компания». Предусмотрены и индивидуальные номинации. Для многих деловой велосипед – это не просто конкурс, это стиль жизни.